МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Урумчи. Столица Синьцзянь уйгурского автономного округа. В городе, где проживает около 20 миллионов человек, казахи составляют всего лишь 9%. Китай не совсем многонациональная страна. Здесь живут представители 56 национальностей. В Синьцзяне же проживает 13 национальностей. По численности казахи занимают четвертое место. Большая часть населения – это китайцы, уйгуры и дунгани. Синьцзянь-Уйгурский автономный район состоит из 25 округов. Основное место проживания наших соотечественников – Или, Алтай и Тарбагатай. В Китае есть два казахских автономных района – местечко Муари и Баркольский в Синьцзяне. Также в округе Гонсу есть казахский автономный район. Таким образом, казахи в основном расселились в трех автономных округах и одном малом округе Китая. Но это не значит, что они живут только здесь. Арыб Зурганбекулы возглавляет Общественное объединение «Казах». Это объединение было основано в 1994 году для изучения и пропаганды истории, литературы и культуры нашего народа. Задача Общественного объединения – передать молодому поколению культурные традиции предков, таких как Наурыз, Айт и Айтыз. Задача Общественного объединения Мы выпустили журнал «Культура Казахстана» на китайском языке и языке ханзу. С помощью этого небольшого журнала мы хотим познакомить миллиарды читателей с казахскими традициями. Многие наши читатели говорят на языке ханзу, поэтому мы выпускаем журнал на двух языках. В Китае проживает более миллиарда человек, в том числе и казахи. Наши соотечественники работают в сфере образования, служат на престижных должностях, некоторые из них являются членами Центрального комитета Компартии Китая. Само по себе этот факт заслуживает в Китае уважения. К примеру, Кадыс Жанабилю. Он работал заместителем руководителя комитета народного съезда. Работая 20 лет в банке, благодаря ответственному подходу к своим обязанностям и человеческим качествам, он почти полвека служил в государственных органах страны. Я работал в Алтайском региональном комитете партии 23 года. Также я работал секретарем парткома в Буршинском районе. Я стал первым казахом, который занимал должность секретаря парткома. В 1996 году я начал работать в Народном съезде, в парламенте, и проработал там 8 лет. Сейчас я на пенсии. Кадыс Жанабилюлы является почтенным гражданином Китая, которым гордятся наши соотечественники. Несмотря на то, что всю свою жизнь жил на чужбине, Кадыс Жанабилюлы никогда не забывал своих корней и оставил огромное культурное наследие современному и будущему поколению. Он возобновил и развил искусство айтыс на синьцзянской земле и помог многим начинающим певцам и поэтам. И сегодня, будучи на пенсии, Кадыс Жанабилюлы помогает казахам, живущим в Китае, и всегда хотел, чтобы отношения между соседями всегда оставались такими же теплыми. Мы все поддерживаем родственные и дружественные связи с Казахстаном. Один из моих сыновей живет в Казахстане, работает преподавателем в Евразийском университете в Астане. У нас там много родственников и друзей. К тому же многие из нас переезжают и находят свою судьбу в Казахстане. Хотелось бы, чтобы казахи, живущие в Казахстане и Китае, оставались такими же дружными и сплоченными, как всегда это было. Это песня была посвящена поэтам Тенышбаэм Рахымом, нашей соотечественнице. Амини Еркеш Кызы, которая работала диктором на синьцзянском телевидении. Девушка, которая была посвящена этой известной песне, приезжала в Казахстан в 1991 году. Тогда мы были молодыми, нам было чуть больше 20. К нам на телевидение приехала делегация из Казахстана. Это были руководитель казахстанского телевидения Нурлан Даутов и министр культуры Адибе Кага. Они мне вручили диск, сказав, что там есть песня, посвященная мне, которую написали их коллеги. Не стану уже я говорить всем, что эта песня посвящена мне. И как-то об этом забыла. Потом, по прошествии нескольких лет, я услышала эту песню. Она была настоящим хитом. В Казахстане Еркеш-Казы была два раза. В 1996 году общество «Казах-Достыг» пригласили на концерт «Алтайдин Эр Жаганан Кельгенару». Она часто вспоминает это время. Сегодня у Амины Еркеш-Казы растет дочь, и у нее прекрасная семья. Она является старшим диктором на синьцзянском телевидении. И в 2010 году она удостоилась звания лучший работник СМИ. Я уже 30 лет работаю диктором, так как я начала работать диктором еще в школьные годы. Вначале я работала в районе Сауан, Тарбогатайского округа, затем в Вилийском округе, а потом уже начала работать в Синьцзяне. И продолжаю здесь работать уже 23 года. Сейчас я преподаю дикторские курсы, также даю уроки в казахском классе дикторов у нас на телевидении. И являюсь главным редактором службы новостей. Телевидения мекте уреген, бір мекте башылған еше жылдың, алында қазақ тілінде дикторлық класс ашқанда, ол жеге барып, сабақ өткем. Казыр енді осы біздің мина телевиденияда берлетін. Сіздер жаңалықтарды байта, сіздер біз хабар дейміз, негізден осы қазақ тіліндегі осы хабарларға жауапты болып істеймін. Произведения нашего соотечественника, художника Сергазы Байжума, посвящены жизни нашего народа, храбрости наших батыров, зеленому жаляу, нашим красивым девушкам и любви матери к ребенку. Художник, который написал больше ста картин, в 1978 году закончил Синьцзянскую художественную школу и многие годы работал в театре. Позже он начал заниматься собственным творчеством, открыл мастерскую в городе Сан-Жи и преподавал уроки живописи студентам. В нашем творчестве важно работать в тихом и большом помещении. Ведь когда пишешь картины в шумном помещении, отвлекаясь на посторонние звуки, картина не получается такой, какой она была первоначально задумана. Я пишу картины реалистичные, чтобы люди, увидев картину, сразу поняли задумку автора. Но иногда я пишу и такие абстрактные картины. Работы сергазы Байжуманулы часто печатают местные газеты и журналы. Мастер пера, выставлявший свои работы и в Сан-Жи, и в Казахстане, пишет свои картины не только масляными красками, но и водными, что очень распространено в Китае. Несмотря на то, что он живет вдали от своей родины, сергазы Байжуманулы скучает по своей родной земле. По этой причине он отправил своего сына Оркена жить в Казахстан. Оркен окончил Академию искусств имени Жургенова и продолжает дело отца в городе Толгаре. Предки сергазы Байжуманулы эмигрировали из Узкоминогорска и Семеев Китай в 1932-1937 годах. Бывает время, когда очень сильно скучаешь по родине. Хочется побывать там и увидеть места, где жили мои предки – города Семеи и Узкоминогорск. Я часто пишу картины о жизни казахов, так как я был воспитан в казахских традициях и очень хорошо знаком с казахскими обычаями. Казахи, живущие в Китае, отличаются любовью к своему народу и приверженностью к традициям. Мы сами убедились, как наши соотечественники отмечают праздники, как они поддерживают друг друга. Семья Асен Айсы небольшая. Его супруга Зияш Муталиб Кызы работает в Синьцзянском многонациональном театре, а дочери Адине четыре года. В их гостеприимном доме часто собираются друзья, родственники. Ведь в казахских семьях отмечают все праздники. Мы празднуем все традиционные и религиозные праздники. Наурыз, Айд, Дни рождения. Приближается Курбан Айд. Мы обязательно будем делать жертвоприношения. На Наурыз мы всегда готовим Наурыз коже и поздравляем соседей, друзей и родственников с праздником весны. Также мы постимся в священный месяц Рамадан. Мне кажется, все казахи, проживающие здесь, живут так. Хранительница Ачига Азияш Муталиб Кызы является творческим деятелем. Но, несмотря на это, семья для нее всегда на первом месте. Она всегда встречает гостей с присущим ей гостеприимством и готовит различные национальные блюда. Особенно у нее хорошо получается бешбармак. Всем известно, что правильно приготовить бешбармак – дело не из легких. Но для Азияш это не составляет особого труда. Она и нас щедро угостила бешбармаком. Казах всегда открыт душой и гость у двери нараспашку. Ты лучший друг его, и потому с благоволением Шапан Шелковый подарит. Мы всегда готовили исключительно национальные блюда. Их готовили наши мамы, и мы у них переняли все тонкости приготовления этих блюд. Мы всегда печем баурсаки, когда зовем гостей. Также мы всегда ставим на стол тары-талкан, масло и сметану, приготовленные своими руками. А на наурыс мы готовим наурыс-кожжи из пшеницы. На курбанайт делаем жертвоприношения и проводим все праздники в кругу друзей и родственников. Так писал Кадыр Мрза-Али. Душа казахов так же широка, как и казахская степь. Несмотря на то, что казахи живут по всему свету, они, как сокровищницу, берегут свои традиции и обычаи. КОНЕЦ